друзья приветствую вас дневной обзор давайте рассмотрим что происходит как дональд иванович трамп всколыхнул весь мир и как это повлияет на курс рубля курс доллара евро и российский фондовый рынок так давайте наверно начнем с snp snp у нас сегодня мощно пролился на фоне этой новости по трампу но опять же пока 3300 не пробита вот этот рост сломан которую нашел но если 3 300 не будет все-таки добито сегодня то скорее всего мы останемся консолидироваться вот в этом диапазоне 3310 3350 так так сегодня тоже провалился вот на сегодня все падает на самом деле не вполне понятно почему то есть как вообще заболевание трампа но могу так негативно повлиять вообще на фондовые рынки ну здесь объяснение только одно что есть потенциал падения и при любом чихи начинается все валится то здесь проблема она не в трампе проблема она в том что все готово к тому чтобы рухнуть так вот по виксу тоже поперла тут в общем то идет энергичное движение вверх а по фондовому рынку вниз и если сегодня закрытие по виксу будет выше 3032 то скорее всего следующей неделе у нас рынке начнут сыпаться и очень мощно тут опять же обращаю внимание что дело не в трампе трамп это просто искорка которая она упала на сухой хворост реально проблема заключается в том что мировая экономика восстанавливается не так быстро как предполагалось спрос на нефть не растет опять начинается затоваривание нефтью и помимо всего прочего вторая волна на носу в америке она еще не началась на например великобритании в россии маховик второй волны раскручивается все сильнее и сильнее так друзья дали индекс доллара дневной таймфрейм ну что примечательно казалось бы такой шторм начался а индекс доллара он не растет вот он у нас сегодня попытался расти хотя здесь разворотная формация нарисовалась и после этого и он провалился вот здесь я думаю суть вопроса очень простая если у нас сегодня индекс доллара уходит выше 94 94 2 и закрытие будет выше этого значения то понедельник скорее всего корректировка на рынках продолжится поскольку будет рисков вот но если мы все-таки закрываемся в этом диапазоне и идем ниже вот этому сильному уровню это будет говорить о том что у нас как бы все таки это была небольшая встряска напряжение излили и на следующей неделе все вполне может стабилизироваться и продолжить отскок дохлой кошки рынке будут расти но опять же здесь не должно быть никаких иллюзий накопилось напряжение проблемы в мировой экономике и в любой момент все это может разрядиться и начать валиться так друзья дали золото 15-минутный таймфрейм сейчас очень интересная ситуация у нас в ближайшее время если не будет пробита 1910 1909 с половиной вот этот диапазон чик то мы здесь по факту до набора позиции возьмем реванш и идем на 1923 6 так друзья далее нефть ну что здесь могу сказать вот дневной таймфрейм пробили 39 62 сильный уровень если мы сегодня не закрываемся выше этого уровня то скорее всего на следующей неделе мы увидим стремительное движение уже на 35 возможно даже ниже глобально проблема заключается в раскрыляции спроса и предложений нефти добывается больше чем ее потребляет мировое сообщество мировое мировая экономика опять же вот те люди которые считают что нефть будет стоить 90 100 долларов за баррель возможно такое произойдет но я думаю это будет короткое движение потому как текущий тренд развития мировой экономики он направлен на то что будет уход от сжигаем их источников энергии которые выделяют углекислый газ это соответственно в первую очередь это уголь на нем можно практически сразу ставить крест останется только уголь высококачественной который используется для получения кокса но не того кокса а тот кокса с которого управляют сталь ну и соответственно нефть и потом газ все это будет отходить на второй план никуда от этого не деться все стратегия принято и вопрос только скорости движения в этом направлении поэтому до в ближайшее время по нефти будут отскоки но в целом в перспективе ее скорее всего стоимость она не будет высокой вот она где-то в этом диапазоне 40-60 долларов она будет колебаться до нефти она не упадет до нуля потому что для химии для нефтехимии нужна нефть но надо понимать что основной спрос на нефть он возникает для того чтобы ее сжигать и получать энергию и как раз вот эта составляющая она будет очень стремительно падать посмотрите сейчас 1319 по москве по нефти пока не видно никаких разворотных формаций то есть это движение вниз с пробоем сильного уровня 3962 он продолжается но какие здесь могут быть варианты 3805 37 и 3 но на самом деле здесь движение идет вот сюда вот на 35 и 635 28 в этот диапазон так друзья дали рубль-доллар но смотрите здесь вся эта идиллия с движением на 76 75 с половиной она была в момент сметина после того как сегодня с утра началась просадка по нефти соответственно ближайший цель движения паре рубль доллар 79 179 едва сейчас если нефти развернется то рубль-доллар также может очень стремительно развернуться и вернуться к этой желтенькой линии которые семьдесят семь и восемь так на дневном таймфрейме видите у нас идет очень решительное движение наверх 79 179 15 цель в идеале конечно отработать перри хай но здесь надо понимать что текущее движение она связана с нефтью то есть если нефть у нас разворачивается то мы соответственно начинаем стремительно корректироваться и возвращаемся к этой оранжевой линии на которой у нас находится стоянка вот если нефть валится на 35 то никакого разговора о укреплении рубля не будет и соответственно здесь уже тогда при движении на 35 по нефти цель движения это 79 и 980 в паре рубль-доллар сегодня на текущий момент была попытка разворота в 11 часов но тут как бы нефти она не дала развернуться и поэтому соответственно движение по ослаблению рубля но продолжает здесь вот сейчас идет привязка к нефти как только нефть она нащупывает мной начинает консолидироваться мы сразу видим корректирующий откат и укрепление рубля потому как центробанк все-таки вбрасывает доллары но с учетом текущего движения по нефти этих долларов вот уже на текущий момент недостаточно вот но и вы сами видели как призрачного это укрепление рубля который возникает то есть она при первой же возможности начинает выбиваться так евро рубль дневной таймфрейм но здесь тоже у нас отстрел вот но что могу сказать на самом деле и в евро рубль это часовой таймфрейм и рубль-доллар вот все-таки намечается что идет тенденция к тому что сейчас будет какой-то разворот и корректирующий откат возможно действительно нефть она втянется на 39 и 6 и тогда мы увидим вполне как бы адекватное укрепление и по евро к рублю и по евро доллару соответственно нефть если не разворачивается если движение на 35 продолжается сегодня то у нас следующая остановка находится вот здесь на 92 и 7 и потом тестировать перехать 93 4 локальный перехать вот это а дальше уже будет движение 96 и 100 вот опять же вот потому что здесь происходит потому какие сделки здесь идут как это все протекает здесь очень похоже что ближайшее время скорее всего мы увидим какой-то разворот и корректирующий откат на девяносто один и пять девяносто один и шесть в идеале конечно вот отсюда провалиться на 98 96 такое движение несомненно состоится вопрос только когда это будет то сегодня скорее всего такого движения мы не увидим может быть на следующей неделе а может быть в следующем году но вот если обратиться к скрепам индекс rgbi то соответственно здесь пока особого негатива не наблюдается вот смотрите он очень стремительно вылез за эту линию опасности которая в данном случае для него вот соответственно если он не пробивает то здесь возникает потенциал у нас для укрепления рубля и доллару и евро так мы вот здесь что примечательно недельный график rgbi то есть у нас получается мы все-таки выкарабкались за этот сильный уровень если у нас закрытие будет над ним это достаточно позитивный знак это значит что на следующей неделе если никакого трэша не состоится в мировой экономике в нефти то соответственно вполне вероятно что мы здесь закрепимся и соответственно по рублю будет отскок на укрепление рубля и к доллару и к евро так друзья дальше давайте сбербанк посмотрим но смотрите здесь у нас дивидендный гэп вот этот возник но надо сказать что дивидендный гэп достаточно мягкий потому как мы по сути удержали рубежи которые связаны с размерами дивидендов вот и сейчас если мы сегодня закрываемся выше 205 и 8 206 то на следующей неделе скорее всего у нас кучки как минимум вернется вот сюда вот в этот диапазон но конечно сейчас как бы на фоне того что падает не хочется кричать ужас ужас и говорить что все сбербанк 150 на самом деле это не совсем так бумага это достаточно уверенно себя чувствует с учетом той стратегии которую они изложили я думаю это в общем то будет огромнейший англомерат и честно вам скажу если рассматривать стратегию который предлагает сбербанк и конкурирующую стратегию который вытекает из яндекса и тинькофф вот я скажем так буду делать ставку на сбербанк то что будут делать яндекс и тинькофф она не выдержит того что будет делать сбербанк но опять же это моя субъективная точка зрения вы можете не согласиться вы можете сказать что такое-то за костенелый сбер да вот тинькофф и яндекс там турум-бурум но посмотрите я думаю что как раз в этой борьбе сбер он в общем-то без особых усилий одолеет англомерат яндекс тинькофф так вот недельку давайте посмотрим ну чего у нас здесь все хорошо вот этот уровень выдерживаем и достаточно мягко дивиденды гэп прошли вот поэтому любое малейший позитив по сбербанку я полагаю он будет отскакивать но вот как только вот эта черта будет пройдена 206 205 с половиной там без 58 по моему то если он под не начинает торговаться это будет означать что здесь вся вот эта идея с ростом она исчерпана и пойдет движение целью который уже действительно будет 190 3190 так друзья но вот смотрите давайте часовой таймфрейм по сберу возьмем по сути я думаю здесь произошел разворот вот если не будет до боя вот этого уровня 205 и 8 205 и 8 здесь на самом деле должно быть то вот этих значений вполне как бы пойдет либо проторговочка у нас здесь будет консолидация и рост вот в этот красный диапазон или же сразу если сегодня немножко отпустит и нефть остановится вполне как бы он может прямо вот сегодня уже на 211 сходить а то и на 215 соответственно пробой вот этого диапазона и закрепление у нас здесь ориентир меняется цель движения уже будет в район 195 192 так друзья далее газпром национальное благосостояние главное скрепа вот но здесь что могу сказать но все 170 пробили конечно он еще может удержаться и вернуться но сейчас я бы его пока был бы не рассматривал потому как 155 158 155 милости просим так вот он сегодня пошел пытаться развернуться но вот то что вчера такое закрытие было ниже 170 это конечно знак не очень хороший это говорит о том что щетки скорее всего это движение вниз по крайней мере на 158 155 любой момент может продолжиться так но вот на часовике он вроде бы как отскочил вроде бы как отскочил вроде бы как готов начать расти и даже у него есть цель движения здесь которые она находится вот здесь вот на 171 171 и 2 соответственно сюда конечно движение может быть вполне может быть если я только не совсем понимаю как он здесь удержался вот по крайней мере я вот никаких сил для него чтобы он находился в этом диапазоне не наблюдаю то есть он по идее отсюда должен либо сразу выскользнуть уйти на 171 и 2 возможно даже повыше 174 181 у него есть целью но поскольку пошло закрытие ниже 170 я думаю здесь внутри дня его можно со стопом конечно купить вот но что-то мне подсказывает что в любой момент он отсюда может полететь и добить 158 155 потому как вот то что он пробил вот это значение закрылся ниже это для него очень нехороший знак я думаю так но 4 часа вик все-таки показывает что произошел здесь разворот разворотная формация и здесь право по четырех часовику четкая цель это 171 вот но я так скажу я его сейчас в лонг даже по фьючерсам не рассматривал не рассматривать посмотрим принципе он может быть интересен с учетом того что к ноябрю ожидается рост цен на природный газ вот но как идет эта бумага она себя очень неустойчиво чувствую но понедельник если рассматривать на какой-то промежуток времени там не за неделя-два месяц надо будет посмотреть как он сегодня от торговался сейчас бы внутри дня я его не трогал бы потому что то что с ним происходит у меня к этому очень много вопросов и ответов на них нету так друзья дали вот полукойла были вопрос но смотрите полукойла здесь ситуация достаточно нехитрая лукойл прокси на нефть вот а нефти на байбеке соответственно нефть падает и у нас по сути здесь движение оно должно развиться еще пониже вот здесь у него есть сильный уровень который находится где-то 4250 мы пока еще до этого уровня не допадали соответственно он здесь сейчас будет консолидироваться и скорее всего движение все-таки на 4250 она произойти должно это будет либо в рамках нисходящего тренда либо виде задерга и попытки отскок из 4250 соответственно цели отскока будет 4500 возможно 4600 вот сюда этот диапазон но вот если рассматривать часовой таймфрейм то есть брать идею которой внутри дня ли внутри там недели то в целом лукойл у него достаточно интересная и устойчивая картина то есть исходя из этих значений он в любой момент может отскочить и цель для отскока у него первое она находится вот здесь 4400 соответственно если он здесь удерживается у нее начинается здесь проторговка то отсюда пойдет импульс движения 4450 и потом у него общем-то цель идет на 4560 4550 если сейчас будет повторной пробить и 4310 то отсюда он уже уйдет на 4250 если не удержится там то будет движение на 3600 вот пока все-таки нефть возможно будет отскакивать и возвращаться на 3962 я не думаю что и дадут так глобально сегодня пролиться по крайней мере те сделки которые в ней происходит они указывают на то что скорее всего нефть попытаются сегодня затянуть выше этого сильного уровня если это произойдет то скорее всего в этой ситуации на полукой мы увидим либо сегодня либо в понедельник отскок с целью движения 4420 вот сюда все друзья спасибо за внимание